Дембел 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 Сахар Это уж баловство Сказал он и почему-то вздохнул А Сашка Чтобы смягчить Симукова Перебил торопливо Чудное имя Дембел Что оно по-туркменски означает По-туркменски Хмыкнул старшина Это конюха придумали Ну, стерек раньше отару А теперь вроде бы Дембел Дембел сокращенно Старшина Покусал Невольно растянувшись В усмешке рот Остряки А как же на самом деле? Карагез Черный глаз Стало быть Видишь черная шерстка У него вокруг глаза Вот и получается Карагез Пес услышал Свою настоящую кличку Насторожил Коротко обрезанные уши Пристально посмотрел На старшину Что, брат Не забыл еще? Старшина потрепал Его по холке Как это у вас? Айлан Айлан Так, караж Что вы ему сказали? Тихо спросил Сашка А это у чабана Команда такая Айлан Значит, кружись Беги по кругу Чабан скомандует Собакам Они им чат Вокруг отары Навстречу друг другу Встретятся Рявкнут Чтобы хозяин Слыхал, где они И продолжает Свой патрульный Пробег Ни одна овца Не отобьется От стада И волк Не подойдет Одним словом Овечий Пастух А что такое Тап-тап Караж А это и есть Иди Ищи волка В этих местах Волки Страсть хитрой Неделю будут Околачиваться За сопками Изучать Характер Чабана Как он На тару Пасет Когда отлучается В какое время Спать ложится Одному Чабану С отарой Не справится Только и надежда На собак А Почему он У нас Оказался Ну Снова Нахмурился Старшина По правде Сказать И сам В толк Не возьму Скоро В погранзону Его прежний Хозяин С отарой Придет У него И спроси Прошла Неделя А колхозного Чабана Мурат Берды Все не было Сашка Все больше Привязывался К собаке Да и Карагез Привык К нему Мчался На голос Еще не видя Мальчишку Доставал Заброшенное В озерцо Палку Отыскивал Картуз И Сашка Уже Подумывал Не попросить Для отца Чтобы он Помог обучить Собаку По-настоящему Вот было бы Здорово Засыпая Сашка Представлял Себя Мчащимся За собакой По чужому Страшному Следу В руке Натянутый Поводок А потом Потом Все поздравляли Его с геройским Подвигом Но все Эти мечты Связывались С приходом Чабана Хозяина Собаки Которого Он ждал Со смешанным Чувством Надежды И страха Каждого Кто после Боевого Расчета Шел на Вышку Заставы Сашка Просил Уж Пожалуйста Покричите Мне Когда Увидите Атару Сам Он То и Дело Поднимался На первую Площадку Вышки Смотрел Вдоль Дороги Петлявшей Между Сопками Потом Отправлялся К конюшне Кормить Карагеза Но вот Однажды Утром Когда Сашка Заглянул К отцу В кабинет Вошел Дежурный И Щелкнув Каблуками Доложил Товарищ Капитан К участку Заставы Подходит Сатарый Чабан Колхоза Двадцать Лет Октября Анасахат Мурат Берды Ну что ж Хорошо Что подходит Отозвался Капитан Передайте Повару Чтобы заварил Чай Зеленый Да покрепче Организуйте Обед По-туркменски Шурпу Каурму Баранину На ребрышках Плов Будем Принимать Дорогих Гостей У Сашки Все Внутри Замерло Он Выскочил За ворота Заставы Поднялся По склону Сопки К сторожевой Вышке И Взобравшись На лестницу Приложил Глазам Ладонь Вдоль Дороги По Выжженным Солнцем Бурым Склоном Поднимая Облака Пыли Тянулась Овечья Отара Издалека Доносилось Блейний Овец Хлопали Бичи Подпасков Впереди Шли Два Козла Рогатые С бородами Выступали Они Так гордо Как будто Не чабаны Они Эти козлы Пасли Отару Головы Держали Высоко И для Порядка Побрякивали Подвешенными Колокольцами Сам Мурат Берды В туркменском Халате И высокой Бараней Попахи Тельпеки Ехал На Крутобоком Сером Ишаке Едва Не косая Земли Носками Сапог Некоторое Семья Старшина Придержал Ишака Мурат Берды Спешился Подал Капитану Обе руки Затем Так же Обе руки Старшине Что означало Мое сердце В моих руках И я Вручаю Его Вам Ничего Хорошо Живу Семья Здорово Дела В порядке Ответил Он По-русски И тут же Распорядился Чтобы Подпаски Погнали Овец К ручью И проследили За водопоем Вслед за ними Вывалив От жары Языки Направились К ручью Две Охранявшие Отару Собаки Шайтан И Акбелек Не успел Мурат Берды Вымыть руки И подняться По ступенькам На террасу Дома Начсостава Где был Уже Растелен Ковер А поверх него Скатерть С угощениями Карагез Молча Ринулся На собак Мурат Берды Дембел Назад Фу Дембел Закричал Сашка Но где там Пес Грудью Сбил Шайтана И они Сцепились С яростным Рычанием Завертелись Клубком Вторая собака Абелек Тут же вязалась В драку Непонятно На чьей стороне Некоторое время Нельзя было Понять Кто кого Одолевает С такой яростью Грызлись Все трое Подпаски Схватили палки И стали разнимать Дерущихся От заставы Бежали пограничники Вышли за ворота И Мурат Берды С капитаном Родионовым Мурат Берды Что-то крикнул Подпаску И тот Принялся Работать Бичом Не разбираясь Кто прав Кто виноват Собаки Собаки Злобно Рыча Отскочили Друг от друга Готовые Снова Ринуться В драку Подпасок Снова Взмахнул Бичом И Дембел Молча Ринулся На него Но тут Между ними Оказался Сашка Назад Закричал он Испуганно Невольно Подражая Инструктору Заставы Дембел Со всего Хода Остановился И даже Проехал По земле На широко Расставленных Лапах Но какой У него Был страшный Вид Шерсть Дыбом Вся в пятнах Крови А местами Выдраны Клочья Глаза Их Встретились Был момент Казалось Собака Вот-вот Бросится На мальчишку Каким-то Боковым Зрением Увидел Сашка Бегущего С пистолетом Отца Но он Еще успел Крикнуть Папа Не стреляй Капитан Уже И сам Видел Слишком Близко Была Собака И мальчик И не то ли Потому что В руках У Сашки Не было Ни палки Ни бича И собака Поняла Что не он Отстегал Ее так больно То ли Подействовал Окрик Бывшего Хозяина Мурат Берды Но Дембел Злобно Заворчал И отступил Назад Словно Боялся Повернуться К людям Тылом Затем Поджав Хвост И жалобно Заскулив Затрусил При храмовой К заставе Удувал Он Наглянулся Еще раз Перемахнул Его И исчез В дверях Конюшни Сашка Пришел В себя Утер Губу На ладони Была кровь Ну вот Улыбнулся На отцу Дрожащими Губами Все Обошлось И не спеша Пошел К конюшне Чувствуя На себе Взгляды Взрослых Он Слышал Как Мурат Берды За что-то Отчитывал Своих Помощников Может быть За то Что те Били Собак Палками Но Как же Их Иначе Разгонишь Сашка Присел На корточки Издали Заглянул Под настил Сарая Дембел Лежал На земле Повизгивая Изредка Он принимался Скулить Зализывая Раны Не подходи Близко Оставь его В покое Послышался Окрик Капитана И Сашке Пришлось Уйти От Дембел Хотя Ему Так Хотелось Погладить Пса Сделать Ему Перевязку Извини Отец Сказал Капитан Чабану Такой Переполох Получился После Трудной Дороги Надо Чай Пить Отдыхать С друзьями Разговаривать А не Собак Разнимать Но Мурат Берды Видимо Огорчился Всерьез Ай Плохо Сказал Он Шел Помириться Теперь Он еще Больше На меня Обиделся Ни за Что Не простит Кто Не простит Переспросил Капитан Мурат Берды Только Головой Покачал Карагез Не простит Видел Как он На шайтаны Кинулся Не хочет Чтобы Вместо него Другие Атару Пасли А сам Обратно Не идет Шибко Рассердился На меня Не может Обиду Забыть Что-то Я вас Не пойму Недоверчиво Произнес Старшина Как это Так Собака Может Или Не может Простить Может Обронил Старик И пожевал Усы А какая Была Собака Лучше Не надо Объясни Ешулей Попросил Капитан Может Быть Мы Все Вместе Что-нибудь Придумаем Ай Невеселая Эта История Кое Чего Ты И так Знаешь Мурат Берды Снял Свою Папаху Тюльпек Под Которой Оказалась Тюбитейка Ловко Сидевшая На Вытянутой Верх Голове Вытер Подсолба Налил Себе В пиалу Зеленого Чая Отхлебнул И неторопливо Начал Рассказывать Месяц Назад В горы На машине Приехал Порторг Колхоза И попросил Чабана Поскорее Собираться В аул Премией Тебя Будем Награждать Той Делать Праздник За то Что Пятьдесят Лет Честно Живешь Тридцать Лет Чабаном Работаешь Большой Доход Колхозу Даешь За себя Подпасков Оставь Собаки У тебя Тоже Добрые Волка Не подпустят Орлов Отгонят Ну что ж Правильно Подпаски Хоть Хоть и Молодые А дело Знают Ладно Едем Дома Давно Не был Отпразднуем И вернусь Порторг Говорит Смотри Не вздумай В этом Своем Старом Халате В ауле Появляться Вот тебе Лично От меня Подарок И достает Из машины Тельпек Тюбетейку И новый Халат Делать Нечего Надел Я новый Халат Старый Аккуратно Сворачиваю Порторг Смеется Ай Что ты Его так Бережешь Ты что Скупой Такую Тряпку Как хороший Костюм Свернул Отслужил Он свое Бросил Я Халат У старой Сухой Арчи У нас На том Месте Стан Сели Мы В машину Поехали В аул Сашка Сидевший Поодаль Слушал Затаив Дыхание История Прямо-таки Смахивала На легенду После праздника Чабана Отвезли Катари Но уже На другое Место К родникам Куда К этому Времени По приказу Председателя Перегнали Овец И тут Оказалось Что Одна Из собак Исчезла В темноте Пока Перегоняли Стадо Никто На это Не обратил Внимания И сейчас Они Прятали От стыда Глаза Карагез Был Любимой Собакой Старого Чабана Мурат Берды Замолчал Видимо Снова Переживая Все огорчения Тех дней Когда пропал Карагез Который Лежал Сейчас В тени Конюшни Чабан Чабан Снова Наполнил Пиалу Продолжал Рассказ Еще Пять дней Без Карагеза Отар Упасли Все Ждали Очень Я Горевал Да И как С одной Собакой Оставаться Одной Овец Не собрать От волков Не оборонить Надо Думаю Ехать У знакомых Чабанов Другую Собаку Взять Оседлал Ишака Поехал Через Сопки В долину Там Старый Мой Друг Из Соседнего Колхоза Отар Упасет Ну Встретились Или Чай Пить Он И Говорит Слушай Мурат Берды Умный Ты Человек А люди Говорят Глупости Делаешь Зачем Ты Своего Карагеза У Старой Арчи Привязал Он Там Такой Злой Стал Никого Близко Не Подпускает Что Такое Не Привязывал Я Карагеза У Сухой Старой Арчи Пропал Он У Меня Да Никуда Не Пропадал Твой Карагез Говорит Мой Друг Сегодня Утром Мой Внук Там На Машине Проезжал Своими Глазами Его Видел Обрадовался Я Ай Говорю Спасибо Тебе Джан Такую Хорошую Весть Передал Сейчас Поеду За Карагезом Только Не Пойму Кто Его Там Привязал Не Может Быть Что Подпаски А Чужому Он Не Дастся Добрался Я С попутной Машиной К Сухой Арче Карагеза Еще Издали Увидел Лежит Под Арчой Так Обессилел Головы Поднять Не Может Зову Карагез Не Идет Подхожу К нему Смотрю Перед Карагезом Мой Старый Халат Лежит А Он Его Охраняет Меня Меня Будто Палкой Палкой Голове Ударили Карагез Ведь Когда На Новое Место Идем Ничего Не Оставит Все Подберет А тут Халат Хозяина Самые Ценные Вещ Посчитал Я Семь Суток Пес Ничего Не Ел Только Воду Из Родника Пил Ждал Меня Знал Что Я За Халат Приду Заплакал Я На Колени Перед Ним Стал Хотел За Шею Обнять А Он Поднялся Зарычал И Тихонько Пошел Сам Шатается От Слабости Один Только Раз И Посмотрел На Меня Как Будто Хотел Сказать Зачем Раньше Не Приходил Зачем Меня Одного Бросил Сдерживая Волнение Мурат Берды Помолчал Потом Ваши Солдаты Его Остановили Дали Поесть Он За Ними Увязался Ему Наверное Все Равно Было С Кем Ити На Меня Больше Ни Разу Не Взглянул Шел Я К Вам Сейчас Думал Ай Может Забыл Обиду Карагез А тут Такая Война Получилась Теперь До смерти Помнить Будет Мурат Берды Умолк Сашка Не Проронивший Ни Слова Прошел Незаметно В комнату Достал Из Холодильника Кусок Колбасы И Выбежав Во двор Забрался В конюшню Где Лежал Под Настилом Карагез Тот Слегка Подвинулся Осторожно Взял Колбасу Лизнул Сашке Руку И Только Потом Стал Есть Мальчишка Гладил Его Жесткую Шерсть Шептал Ласковые Слова Послышали Шаги Из Убежища Карагеза Были Видны Только Ноги В Солдатских Кирзовых Собаках И Светлые Брезентовые Сапоги Мурат Берды В которых Не так Жарко Было Ходить Сатарой По Собкам Сколько Мурат Берды Не звал Собаку Карагез Не Отозвался Так И Лежал Положив Большую Лобастую Голову На Вытянутые Лапы Сашка Обнимавший Его За шею Чувствовал Как По телу Собаки Проходит Временами Дрожь Нет Ничего Не Получится Донесся Голос Чабана Надо Идти Катаре Скоро Солнце Сядет Погоним В степь А ты Начальник Сохрани Карагеза Может Сердце У него Отойдет Вернется Ко мне Долго Еще Мурат Берды Прощался Со всеми Кто Вышел Его Провожать Приглашал К себе В гости Голоса Стали Удаляться И вскоре Стихли Донеслось Хлопанье Бича Блейний Овец Карагез Выбрался Из своего Убежища Вышел За ворота Поджав Хвост Стал Смотреть Вслед Удалявшемуся Облаку Пыли Сашка Волнуясь Стоял Чуть Позади Неожиданно Пес Насторожил Уши Весь Напрягся Неподалеку В том Месте Где Дорога Проходила В узкой Теснине Между Склонами Сопок Появилось Штук Шесть Овец Которые Почему-то Вовсю Прыть Неслись По направлению К заставе Откуда-то Сбоку Наперерезом Выскочил Шайтан Пересек путь Овцам Жестами Подпаску Карагез Не видел Муратберды Он видел Только Овец И перед Овцами Своего Заклятого Врага Шайтана Шайтан Явно Не понимал Чего от него Хотят Хозяева Но овцы Есть овцы Их надо Гнать Катаре И Шайтан Снова Направил Их в узкий Проход Между Сопками И снова Как выстрел из пистолета Хлопнул Бич Овцы Шарахнулись От дороги Карагез Негодующе Заскулил Нервно Переступая Передними Лапами Сел И во всю Пасть Громко Зевнув Даже голова У него Затряслась Потом Глухо Зарычал Вскочил На ноги Сашка Пытался Удержать Его Куда Там С клокочущим В горле Рычанием Ринулся К овцам Шайтан Слишком Поздно Заметил Налетевшим На него Врага Овцы Бросились В рассыпную Карагез Шайтан Айлан Айлан Закричали Что было Мочи Под пасок И муратберды Айлан Айлан Теперь-то Сашка Знал Что это означает Собирай овец Шайтан С Карагезом На миг Замерли И вдруг Свирепо Зарычав Бросились По кругу Карагез Размашистым Скоком Облетел Вокруг Разбержавшихся Овец Согнал Их В кучу Из горделиво Поднятой Головой Погнал Их Катари Сашка Минуту Когда Тот Уходил От него В кучу В кучу В кучу В кучу Продолжение следует...